День добрый, я на связи, я Амкабанский. Сегодня мы начнем с вами проходить на нашем канале новую игру, которая называется Кампус, или если же использовать полное название, то Кампус Student Life Simulation. И эта игра у нас была выпущена аж в далеком-далеком 2007 году, а разработка была гораздо раньше, но как минимум в 2006 очевидно она разрабатывалась. Ну и как у нас уже стало традицией, прежде чем мы приступим к прохождению, я даю вам короткую, но информативную справочку, чтобы можно было лучше погрузиться в это прохождение, а также представить, что же мы будем, собственно говоря, проходить. Но прежде чем мы к этому приступим, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, ну и конечно же приятного просмотра, не забывайте писать комментарии. В описании ссылочка на это прохождение, чтобы можно было потом найти следующую серию, если вы нашли только первую серию, очевидно мы полностью ее пройдем. Так вот, по поводу самой игры, это у нас симулятор жизни уровня подобия Sima, но все-таки не Sims, потому что до Sims очень далеко, это разветвленный симулятор. Можно даже сказать больше, что это симулятор жизни студента. Мы выбираем одного из студентов, отправляемся получать образование и наша задача постепенно в этом направлении развиваться, то бишь зарабатывать деньги, следить за своими потребностями, проходить курсы, получать дипломы, участвовать в различных конкурсах, научных имеется в виду, очевидно, и даже защищать диссертации. И можем даже закончить тем, что получим Нобелевскую премию. Это как раз-таки концовка игры, получить все дипломы, полностью образоваться и стать компетентным во всех областях. Очень интересная задумка, игр симулятора, жанра симулятора студентов не так уж и много, особенно качественных. Я записываю это в 2021 году, это ж, представьте, сколько лет прошло, это 14 лет с момента выхода игры. Даже уже и по-любому и разработчика нет, и издателя, они сейчас чуть позже как раз-таки коснемся. Но я помню те далекие времена, как раз-таки может быть год 2007, когда я только в эту игру играл, она была очень тогда багнутой, и нельзя его было полностью даже пройти. Но я буду надеяться, будем надеяться, что все-таки в нашем прохождении мы с этим не столкнемся. Я потратил очень много времени, чтобы ее просто запустить на современном компьютере. И тут то с проблемами какие-то со спидами, вы можете обратить внимание, что тут наши персонажи немножко такие дерганные, более ускоренные. Опять же, могу ошибаться, но вроде как раньше, когда я в нее играл, они были не такими быстрыми, чуть-чуть помедленнее. Но спишем это на издержку оборудования, это у нас была Windows XP, Windows Vista те года, сейчас это Windows 10, очевидно, несогласованность с системой будет как-то давать о себе знать. Но играть в принципе можно, самое сложное ее запустить, надо вообще включать одно ядро, иначе тут такие начинаются заглюки со спидами, что они как у карелы начинают скакать. То наоборот, они начинают фризиться, игра постоянно фризится. Но в общем, все-таки я потратил сегодняшний день на то, чтобы просто настроить. И пользуюсь случаем нашему зрителю NACE, огромное человеческое спасибо вам за некоторые моменты с тестированием всего этого. Так вот, разработка, игра у нас была выпущена в октябре 2007 года, разработчик у нас NumLog Software, германский разработчик, как я полагаю, о нем вообще сейчас никакой информации не найти, только какие игры он издавал. Я скорее всего предполагаю, что он просто исчез, обанкротился, еще что-то. Это, кстати говоря, их была последняя игра, очевидно, что было вложено, скорее всего, в это больше всего сил, и после этого как раз таки обанкротились. Но наша задача как раз таки, как консервативного канала, отдавать дань традициям и даже старые игры находить, показывать, если они действительно достойны этого. NumLog Software у нас причастен также к разработке двух игр. Это Planet Prison 2003 года, Тюрьма планет, можно перевести. И Metal Heard Replicants Rampage, это 2005 год. Ну и зданием игры у нас занималась небезызвестная студия Новый Диск, которая, кстати, тоже обанкротилась, точно обанкротилась в 2015 году, это я могу вам точно сказать. Ну технический сайт до сих пор существует, не знаю, что-то там можно купить, нет, но вроде какие-то даже сводки были, может быть, просто права собственности перешли. Но в любом случае сейчас Новый Диск не обладает очевидно тем могуществом и величием, который был раньше. Вот как раз таки 2007 год, когда эта игра выходила и сдавалась, тогда у него и была такая вот эпоха рассвета, можно сказать. Ну в принципе это и вся информация, которую можно найти, собрать, больше, наверное, добавить нечего мне здесь. Какова цель нашего прохождения? Пройти полностью игру, постараться получить вот эти все дипломы, все сертификаты, насладиться каждым аспектом игры, насколько это возможно. Ну и максимально все это интересно, качественно для вас делать. Давайте начнем, наверное, с пары аспектов, которые бы мне хотелось бы коснуться. Настройки, сразу говорю, вы можете обратить внимание, что я записываю это по бокам, полосочки специальные ограничителя стоят, это не случайно. Это иначе ее нельзя поставить 1920-1008, больше не ставится разрешение. Ну хоть 60 кадров практически выдает, без одного это радует, хотя может быть из-за кадров такие вот спиды. Я бы сделал бы 1920-1080, если бы можно было, я пытался в файлах с настройками лазить, но там что-то все закодировано. В общем, закрытый исходный код, не так-то просто все это настроить. Сама игра у нас даже предусматривает режим онлайна, который уже давным-давно мертв. Тут можно было раньше авторизоваться, но я сейчас от балка какие-нибудь цифры введу. Нажму соединиться, нет связи с сервером. А так бы можно было делиться, раньше это работало. Вы могли выложить своего персонажа, подписать, сколько у вас там было, какой у вас персонаж, его фотографию, из какой вы стороны, и там игра писала счет, который вы набирали за всю игру. Там как-то считалось по формуле, например, каждое достижение, какое-то число очков, время и прочее, дипломы и все такое. И можно было даже между людьми тут, если авторизоваться, можно было общаться и даже совместно играть, чатиться. Довольно интересная креативная задумка по тем годам. Я даже хочу сказать, что сейчас далеко не в каждой игре, да даже не далеко не в каждой игре, мало игр можно встретить с такой хорошей интеграцией онлайновой системы именно в оффлайновую игру. Даже вроде как можно было вместе соединиться, не знаю, бегать на одной карте, наверное, нет, но в этот момент как-то отслеживать действия друг друга, что-то такое было. Можно зарегистрироваться, попытаться. Немецкий флаг у нас как раз таки намекает на то, что разработчик немец. Англия, как ни странно, российский флаг. И можем выбрать аватарку. Причем, если вы обратите внимание, у нас тут пять персонажей, это мы можем выбрать любого для игры. А тут некоторые представлены, которых здесь нет. Вот тут этой здесь нет. Вот этого здесь нет, но он есть в самой игре, это точно помню. Вот этой здесь нет. Вот этой. Даже вот этой в таком прикольном костюмчике. Наш что, черно-белый, желтый анкарпник. Возможно, просто вырезали персонажей, было много. Вот это тут прикольно выглядит. Непонятно, что у него тут в руке только. Ну, если мы попытаемся срегистрироваться, что-то от балды напишут, то нам, очевидно, то же самое. И выдаст, ничего нам не выдаст. Это может быть из-за почты. Ну, допустим. А, вот так вот. Ждите, идет связь с сервером. Нет. Сервера давно мертвы, конечно же. Ну, вот, собственно, и все, что, наверное, можно показать. А, интер. Давайте посмотрим интер. Тут ролик есть вступительный. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но чем-то цепляющая такая игра с юморком у нас как несложно заметить Тут у нас переплетаются разные жанры С одной стороны симулятор, как я уже сказал С другой стороны квесты И с другой стороны, я даже не знаю, что сказать-то Приключения в какой-то степени, адвенчур Тут можно путешествовать в разные страны, кстати Вот это вот очень важный момент Много чего тут есть Будем постепенно весь пункт самого игры познавать Ну давайте начнем игру Выбери своего героя и играй Ну как я уже сказал, выбор у нас ограничен Три парня, две девушки Давайте почитаем биографию о каждом из них И выберем кого-нибудь Бобби Активист, человек-мускул Только он знает, как ему тяжело учиться в университете Тренировал бы сейчас Ребята своего городка, но родители Утверждают, что одним спортом сейчас Не прокормишься и что нужно иметь В своем жизни на багаже что-то солидное Может они и были правы, когда советовали ему учиться на спортивного врача Хотя работа тренера ему больше по душе Ну, такой типичный кучок Можно сказать, бодебилдер Дебилдер Ну ладно, накачанный Скажем так Ну кстати, гирю поднимает 32 килограмма Я как человек, который занимался гиревым спортом как раз-таки в студенческие годы Могу сказать, что делает он это по-лоховски Я сейчас объясню почему Он положил руку себе на живот, на торс Это категорически запрещено правилами Если вы во время соревнований Не важно, что это у вас Двоеборья классическая Толчок длинным циклом Коротким Но сейчас он очевидно пытается делать просто толчок Не жим именно Толчок он как бы ногами Да-да-да Если вы опускаете руку Вам не считают это И если вы просто даже не до себя дотронетесь на соревнованиях То в таком случае это дисквалификация Это запрещено Потому что структуру мышц Вы как бы таким образом делаете точку опоры Облегчаете себя Рука должна быть в сторону отведена Чтобы не было никакой коллизии Вообще 32 это килограммы гири у нас международного класса Мастера спорта международного класса Обычные взрослые соревнования на гири 24 проводятся А юниворы и женщины они на 16 килограммах Так, что-то я в сторону отвлекся А, еще хотел сказать У всех персонажей тут зависит не только внешность А некоторые параметры Стартовая, мускулатура и интеллект по-моему будет зависеть У него я точно помню мускулатуру сотка То бишь максимально раскачена А вот например у последнего будет она вообще десятка Минимальная И еще анимации некоторые будут тоже очевидно отличаться Пит Талантливый везунчик Схватывает все на лету С ранних лет мастерит собственные поделки На папином компе Университет для него очередной необходимый этап И его карьере Сначала он мечтает создать собственный компьютерный хит И поразить весь мир Затем в плане создать крупный международный медиа концерн И править всей игровой индустрией Однако цель заслуживает внимания Вот я кстати раньше играл за него Потому что он как-то Более такой Можно сказать Нейтральный персонаж в отношениях Этот такой кучок Этот может показаться ботаном Справа Так что в принципе Как такой Более нормальный Усредненный вариант Брал его Может быть и сегодня возьмем его Келли Хрупкая и нежная натура Но в обиду себя не даст Можно только удивляться С каким упорством Она осваивает Неженский вид спорта Катание на скейтборде У многих пользуется авторитетом Считается своим парнем Ей смело доверяют разные серьезные тайны Своим парнем Может быть тогда Какой-нибудь своей подругой Еще что-то Ну как-то обыграть И кстати я читал Статью на игромании Про эту игру Она очень короткая была Там поставили Рейтинг локализации Один из трех То бишь самый минимальный Локализация очень кривая в игре Многие вещи переведены Очень глупо Например фраза Ватсап Как дела Че как Грубо говоря Можно сказать Она переводится Как самочувствие Или что-то такое В общем Увидим я скажу И иногда студенты Друг друга на вы называют Ну в явно Не подходящих обстановках Так что тут скорее всего Тоже какой-то качок Косяк Ну кстати говоря Внешне прикольное Лицо у нее только там На картинке не очень будет Линси Слегка надменно Любит быть в центре внимания Ульченой Ульчений много Фильм и литература О путешественниках И путешествиях Очень интересуется Модой Жизнь в кампусе Это для нее Ее актуальная цель Получить диплом Администратора Международных Отелей Ну кстати говоря Внешне ничего Так и Как персонаж И лицо у нее Довольно там Симпатичное А если за нее играть Ну мы это будем Очевидно за мужского Персонажа играть Просто Зачитать-то надо Посмотреть Кого нам игра предлагает Ну и последний вариант У нас Это Джейсон Он решил посвятить Свою жизнь Лингвистике Для него нет проблем Отличить аммоним От синонима Вообще-то это легко Отличается Аммоним Это слова Которые Одинаково звучат Но имеют разный смысл Например Замок и замок Там лист Можно подразумевать Лист бумаги Лист дерева Это в конце концов Что угодно еще И так далее Коса например Косят Крестьяне Собирают там Урожай Или коса Которая у дамы Там отрощена А синоним Это слова Схожие по смыслу Например Там не знаю Теплый горячий Там не знаю Холодный Замерзший И так далее Нет ничего Более увлекательного Чем наука языка Утверждает он Есть Наука политики Ладно Троллю С дипломом Лингвиста Перед тобой Открыты все двери Осталась Самая малость Получить этот диплом И ничто не может Помешать ему На пути К поставленной цели Ничто Кроме Уличения Детективным чтивом Ну вообще На первый взгляд Он кажется Как такой Чисто бот Он Бот Очкарик Тут Забитый Может быть Чем-то У него Кстати говоря По-моему Самый Низкий Показатель Мускулатуры Десятка На старте Насчет интеллекта Не помню Сколько там У него Стоит Изначально Но Я думаю Наверное Лучше Мы начнем За него Я сейчас Объясню Почему Ну во-первых Он Джеймсон Саммерфилд Вроде как Такое Классическое Английское имя Консервативненько Звучит Во-вторых У него Сини галстук В-третьих Он стоит Справа И В-четвертых Ну как-то Более-менее Так Что-то чувствуется Солидное В этом Все Только Лингвизика Ну лингвизика Тоже неплохо В любом случае У нас все дипломы Получать Тут это просто Лор Скажем так Не обязательно Вам идти Прямо сразу Диплом лингвиста Получать Это Просто как Для ориентации Можно сказать Но вообще Про лингвистов Приколы Можно повспоминать Всякие Типа Если есть лингвисты То смотрят Пишите Лингвисты раньше Я выучил Древний Мертвый язык На котором Никто не разговаривает И теперь только один Я могу говорить На нем Лингвисты сейчас О Есть слово Поэтесса Феминесса И так далее Ну это Приколы Конечно же Ладно Берем Джейсона А? Не понял Так не должно быть Еще раз Стартанем Там должно Сообщение Высветиться А Возможно Это тоже Какой-то Артефакт Игре Сейчас потребуется Несколько стартов Ну а что Хотели старые игры Запускать На современных ПК Все-таки Эта игра Побила меня Она успела Вылететь В общем Не так должен Старт Начинаться Я просто Там кое-что Тестировал Возможно Из-за этого Еще раз Пробуем Во Как он выглядит Либо 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 Вот так Все летит Либо Вот так Вот Помедленней Дата Сегодняшняя 1 апреля 2007 Понедельник На момент Начала Игры Вот эта штука Если мы нажмем У нас есть план Но он автоматически Начнет их делать То тут наши потребности Вверху справа Расположены Голод Жажда Сон Туалет Думаю Объяснять не надо Нам надо Есть Пить Спать Спражняться Это Естественная потребность Если мы какую-то потребность Не выполняем То у нас начинает Падать здоровье Здоровье Падает Если мы совершаем Очевидно Какие-то нездоровые вещи То есть Жрем Всякую Гадость Спим В неположенных местах Там в туалет Вовремя не ходим Ну и во всех Прочих ситуациях Если оно падает до нуля Мы не умираем Вроде как Нас в больничку отправляют И счет выписывают За это Очень серьезные Мускулы Десятка у нас на старте Честно говоря Я не нашел На то На что она влияет Вроде Для каких-то курсов По физкультуре Может потребоваться По спорту И вроде как На выносливость Она влияет Но я не заметил Это Ну сейчас проверим Как раз Я до этого тестировал На кучке У него была сотка Интеллект у него был По-моему Тоже тридцатка Или десятка Не помню Что-то такое По-моему У них русских Интеллект тридцат на старте Так что у нас Самый сложный персонаж Оказался Выносливость Она влияет на бег То бишь Если мы еще В какую-то точку Можем пробежать Видите что Уносливость падает В этот момент Ну и наверное Ну и наверное Для каких-то Других действий Тоже Просто надо Подождать Посидеть И он Со временем Восстановится Интеллект Параметр Он у нас Влияет На то Как мы быстро Усваиваем Новые знания То бишь Чем выше интеллект Тем меньше Лекции нам Надо посетить Тем Меньше нам Придется Где-то Заморачиваться Со всем этим Еще Ну что-то Связано Очевидно С мозгами Можно повышать Массы способов Самый простой Способ у нас Чуть позже Посмотрим Ну мы Постараемся До сотки Добить Как и мускул Очевидно Давайте посмотрим Интерфейс Тут еще Что у нас Есть инвентарь У нас сейчас Ничего нет Также на Айм Можно вызывать Для удобства Есть план Работ на текущий День Тут если мы Например Работаем У нас там Какие-то лекции Есть еще что-то Тут все это Будет отображаться Можно посмотреть На М Или просто Челчок Месседжес Мы можем Открыть Наши письма Тут их Четыре категории Моя Ну давайте По порядку Поступившие чеки Нам иногда Могут поступать Чеки Мы их можем Обналичивать В банке Тогда деньги Получим на руки Есть почта Это письма Сегодняшнего числа Письмо От ректората Поздравляю вас Ваши документы Рассмотрены Вы допущены К учебе В нашем Университете Занятия Начинаются В понедельник При себе Иметь документ Об окончании Абитуры Ректорат Ну имеется ввиду Окончание Школы Гимназия Дальше Смотрим Неоплаченных Счетов Нет Если У нас будет Какая-то задолженность Например Нас там арестуют Тут могут Нас арестовать Или например Если Мы Что сделали Ну тот же счет За медицину И прочее Они тут будут Ображаться Надо будет оплачивать В банке И еще есть Мои билеты Мы можем Летать В другие страны Не помню Сколько их Пять По-моему В том числе Россия Кстати есть И тут Очень сильно Упор на Россию Сделан Очевидно Что немцы Когда разрабатывали Они Русский рынок Учитывали Как один из Основных Для потребления Этой игры Дальше Смотрим Есть у нас Еще Задание Можно посмотреть Журнал задания У нас сейчас Одно задание Найти пропавшую Сумку с документами Можно посмотреть Также Завершенные Наши записи Мысли Тут будут Отображаться Мнения Персонажа Что он По поводу Некоторых ситуаций Будет думать Ну и есть Еще у нас Список Обиходных Слов Кампуса Ну это что-то Вроде словаря Как ни странно Время от времени У нас будут Появляться Здесь новые термины Мы их будем Изучать Ну давайте Почитаем У нас три термина На старте Кампус Городок В котором Находится университет Кстати говоря У нас вроде Где-то в Англии Находится университет Ну в том Как правило В нем сосредоточено Все что нужно Студентам Располагается Преимущественно В живописных Удаленных от города Местах Кампус живет Своей интересной Полнокровной жизнью Ну это кстати Вообще Западная система Образования По советскому Пространству Это немысленно Целые закрытые Учебные городки Где и общежития Располагаются И учебные корпуса И творческие Культурные Спортивные В общем можно Просто Жить Наслаждаться жизнью Студенческие годы Особенно если это Какие-то элитные Частные учреждения Очевидно То это что-то с чем-то Дальше Зачисления Занесение в списки Студентов Чрезвычайно стрессовое Время для многих Как ни странно Особенно если кто На бюджет поступает Для зачисления Важно иметь свидетельство По окончании гимназии Соответствующими оценками Паспорт Медицинскую Страховку И конечно же Определенную долю везения Также баллы ЕГЭ Тут их нет Очевидно Тут про западную Систему имеется ввиду Университет Происходит от немецкого слова Юниверситет Вот кстати Очень спу А ну Расширяет Которое в свою очередь Произошло от латинского Юниверситет Общность Высшее учебное Заведение Где обучаются Специалисты По фундаментальным И многим Прикладным наукам Университеты Объединяют в своем составе Несколько факультетов На которых Представлена Совокупность Различных дисциплин Составляющие Основу научного знания Но поскольку Разработчики немцы Кстати я буду сравнивать Эту игру С операцией гений Спецотряд физики Которая у нас на канале Представлена Ссылочка В описании Будет Скорее всего Есть Да ну и что Во вкладке культуры Можете найти Тоже немецкий разработчик Вроде обанкротившийся И Тоже не там Такой немецкий Определенный Патриотист был Тут Вот они берут От слова Университет Происходит На самом деле От слова Университет Общность Ну универсальность Очевидно Вселенность Масштабность Ну ладно Не будем сейчас В лингвистику углубляться Хоть мы из лингвиста играем Почему они сразу Не сослались На латинский термин Непонятно Таким же успехом Можно сказать Что Слово университет Это русское слово Университет Происходящее слово От русского слова Университет Которое в свою очередь Происходит от латинского слова Университет Ну что типа этого Ну ладно Буду комментировать Такие моменты Ну и тут Написано Пауза не пауза Вроде как Еще рассказал По интерфейсу Давайте приступать К игре Джейсон Саммерфилд Когда кстати Себя выбираем То нам показывают Можем поспать В любом месте Книстра Лучше это не делать Поесть Но у нас нечего А что там было написано Сейчас бы шашлычка Из-за ситринки Эх Но есть нечего Попить Ничего не могу Найти у себя подходящий У нас пустой инвентарь Полечиться Пора пополнить Запасные Кажется Тоже ничего такого нет Потанцевать Причем вот эти Анимки танца Они разные Каждый персонаж Из них танцует По-своему Это мне было сразу сказать Потренировать память Вот кстати Интересная штука За пройденное Задание Мы получаем Плюс 1 к интеллекту И так можно Его поднять до 50 Давайте попробуем А в это время Паузу Можно Врубить Можно Попытки у нас По-моему Бесконечны Тут Ай Она здесь была Главное Ее полностью Разобрать И тогда Мы получим Плюс 1 к интеллекту Ну так Для мозга Приятная штучка Кстати говоря Предмет тут Всегда одинаковый Вроде как Но Саме Не повторяется Вот видите Нам дали Плюс 1 к интеллекту А даже Плюс 2 Кстати Я буду Почаще Сохраняться Это тестовая Сохранение Пусть будет у нас Кампус 1 И так далее Потому что Настройки игры Не сохраняются После перезапуска игры Все слетает Это я сейчас Заново Все это выставлял И вообще Чтобы игру Просто перезапустить Мне требуется Там до 5 минут Может требуется Ну 5 минут Может быть загнул Но минут От минуты Это от 2-3 Где-то точно Уходит Потому что Там Игра запускается Со всеми ядрами Начинается Лагание Приходится Колдовать шамань Чтоб игра Свернулась Она не сразу Сворачивается Рандомно И потом Я уже В диспетчере задач Вручную Уставляя И она начинает Вести Более-менее Адекватно Ладно Давайте К игре Приступим Кстати Интерактив Игре хороший Можем посидеть На скамеечке Если хочется Давайте Пообщаемся Привет Я таксист Таксист Шон Поговорить Паузу Надо не забывать Попросить Довести Сейчас Никак не могу Моего русского Приятеля Гитариста Забрали в полицию А завтра Первый концерт У его группы Они год готовились Приехали сюда И вот по глупости Такое вышло Спросить Про сумку То бишь Нам надо Таксиста Помочь Вызвали Гитариста Сумка Не Сумка Не попадалась На глаза Новости Плохие новости Приятеля Нового Замелить За что Они только подошли Посмотреть Как Маркус Шарики Двигает А тут Этот Появился Сделать комплимент Спасибо Кстати Уже 70 отношений Стало Лучше всем их делать Скандали Смысла нет Даже пробовать Не буду Номер телефона Конечно Пиши Звоним в любое время Доставлю куда надо Но за деньги Бизин не бесплатный Что поделаешь Не бесплатный Вместе написали Не а что Мы играем за лингвиста Я буду ПРП отыгрывать Роли лингвиста Задалбывать В стиле Грамор нации Ладно Ничего нам тут Не дали Больше А вот Помочь гитаристу Как-то выбраться Из полиции Окей Попробуем Доли Приехали учиться К нам значит Растет моя клиентура Это хорошо Про сумку А полиция для чего Ромеро Наш уже заплыл От летни Подкинь-ка ему Работенку Ему нам удается Найти то Что лежит На видном месте Узнать новости Нет новостей Станция у нас Тихая Все новости В кампусе Это там То концерт То еще Какое-то событие Веселый вы народ Эх Мне бы скинуть Годков Да получится Комплимент Добрые слова Собаки Приятно Возьми-ка мороженого Детка Отношения Плюс И нам еще В инвентарь Дали мороженое Голод Минус 5 Жажда Минус 10 И здоровье Минус 5 Непонятно Почему От мороженого Минус 5 Здоровье Жестко Прекрасное средство Сосредоточиться Ну как перекус Пригодится Я буду паузу Время от времени Ставить Номер телефона Вот он Пишите смс Это удобнее Спросить про товар Конечно смотри Правда выбор небольшой Но качество отменное С добавками И присадками Все как надо Мороженое с присадкой Можно у нее покупать Мороженое За 5 монет Всего-то Появился у нас Новый термин СМС Ну как будто Никто не знает Но в те годы Очевидно СМС были Более И с одной стороны Распространены И не распространены Ну в общем Термин был тогда Более актуальный Часто все знают Что это Месседж сервис Но все-таки Давайте прочитаем Шорт месседж сервис Служба коротких сообщений Это система Позволяющая посылать И принимать Текстовые сообщения При помощи Сотового телефона Ну В принципе Это понятно Тут чувак с гитарой Привет Меня зовут Энтон А можно просто Антон Извини Некогда мне У нас крупные неприятности А можно Га Не-не Не будем шутить На эту тему Поговорить Спросить про сумку Не Не попадалось На глаза Новости Да неприятности Одни Сплошное расстройство Сделать комплимент Спасибо Сделать комплимент Поскандалить Поиграть на инструменте Сейчас потом поставим Попросить номер телефона Вот он Пишите смс Приложить помощь Меня друга посадили Мы просто играли А тут пришел этот Ромеро А нам скоро уступать В кампусе А че нельзя Типа А что за обмен Там был О У него можно Мобильник Он не согласится Наверное На такой обмен Почему только Доли написано Это какой-то Глюк Я с ним хотел Поменяться А не с ней Это мы Че Че В общем да Но нам сейчас Это не надо Погреть на инструменте Ну слушай Ужас Громко У нас тут Напиток свежий Сигареты И слабительные Я заберу этого Джонни Я помогаю Коменданту и почтальону Когда они у меня просят Коплю деньги на учебу Можем тебя заткнуть А нельзя Ладно Иди сюда А можно Поговорить Спросить про сумку Не они попадали У нас на глаза Новости Че нового Почитаю В унинете Там все новости Сделать комплимент Спасибо Попросить номер телефона Напишите Смс Это удобнее Лучше когда все персонажи У нас В контактах Дальше у нас новый термин Интранет Локальная компьютерная сеть Местного университета Не пут с интернетом Через нее распространяются Все важные новости университета Можно узнать Свои оценки по экзаменам Расписание лекций И многое другое Через нее Также возможен выход в интернет Если иметь соответствующее разрешение Ну как бы локалка Со всеми вытекающими обстоятельствами Раньше локальные сети были Гораздо сильнее распространены Там точно могу сказать Сейчас локалки особо-то не используются Ну в том масштабе Как это было раньше Только если В каких-то организациях Ну и то Не в том виде В масштабе Как было раньше А раньше локалок было очень много Там мы делали локальные сети Там городов И серверов И игр Чего только не было А вот эта система Которую сказали про университет с оценками Это только сейчас В свете дистанционки Коронки Все дела Как раз таки Это используется активно Только это не в виде локальной сети А в виде интернета Так Ну давайте осмотримся Тут прежде чем куда-то идти Тут у нас собаки бегают Мы с ними там Ничего не сделаем Гав-гав Не с ними Нет смысла трепаться Тут у нас аэропорт Мы сейчас туда наверное не пойдем Попить можно бесплатно Кстати Жажда у нас есть Вот эта мусорка не обыскать Пей пей Че встал А все попил Кстати по здоровью это не бьет Есть у нас тут еще вот этот интересный персонаж Маркус Привет Располагайся Места здесь хватает Можешь сыграть Если есть деньги Про сумку спросить Ха Иди к Ромеро Я на виду справки так и быть Узнать новости Сегодня все мертво Вот вчера были заработки Наперсочник И комплимент Да ладно Это каждый может Если долго тренироваться Ну возможно Включить свою группу Попросить номер телефона Вот и напишите СМС Включайся Включайся Для таких как ты и работаю Тут не покладая рук На самом деле Оно там Раньше Было гораздо медленней Просто сейчас уже нереально будет Чисто только наугад Давайте как раз проверим Как загрузка работает Тут нормально Вроде да Вот как я должен это угадать Интерес тут не играет А Подождите А он что фиксированный То есть Если я сейчас выберу Два раза упал Левый Если я сейчас тоже выберу Левый Там окажется На шарик Да Что зависло Сломали игру Не надо игра Игра Развисай Живи Живе Сейчас попробую Что нибудь сделать Переразвернул Игру Сработало Интересно У нас тут не играет Да мы знаем Давайте попробуем Вдруг сработает Да Немного Подсоработали Удвоили состояние Нормально Ну Можно так Копеечку Убивать Но я не буду Так сейчас Заморачиваться Просто показать Что такое есть Есть у нас Тут игровые автоматы Разные А Ну давайте Попробуем Разочек Кредиты 100 На всю сумму Спинг А я сам Должен остановить А давайте Тогда попроще Не для заработка Просто на победу Чтобы разочек Мы могли сказать Что вы все сделали Че опять Подтупливание Все Раступилось Но мы то получили Деньги Давайте тут сыграем Знаете как По 10 монет поставим А наверное Я могу технически попасть О Выиграли Выиграли даже Ну ладно Не будем Напрягаться Деньги Лишним не Бывают Компус 4 Они нам пригодятся Тут Можете не сомневаться Еще есть автомат Но это вроде как Не на деньги Тут мини игра Asteroid Wars Правила простые На контрол стреляем Причем там Если вы обратите Внимание И там Сверху Полоска красная Заполняется Если ее полностью Заполнить То мы стрельнем Очень мощным Выстрелом Пынь Вот таким Которую больше На средних этапах Там тоже Размер пульки Варьируется Как я понял Тут их 3 типа Маленькая Которую мы сейчас Стреляем Средняя И большая От нее зависит Очевидно урон Время у нас Там до появления Босса идет Там самолетик Будет летать Такой Надо будет его сбить Жизни вверху У нас их 3 Вот сейчас была жизнь Но мы ее сами разбили Тут бонусы падают С них Ну и очки И счет Которые мы зарабатываем За уничтожение Даже можем посчитать За крупный Мы получили Вот сейчас посчитаем 3000 18 монет За средний 40 За мелкий 20 Вроде как так считается Можете в комментарии написать Я сейчас так просто бегло смотрю Ну и зеленая полоска Это жизнь Очевидно Если мы будем сталкиваться У нас будет урон Причем Чем более крупным Мы столкнемся Тем Сильнее она нас отнимется Даже по-моему Если мы с большим столкнемся Мы умрем Тут я насколько помню Падает жизнь Падает щит И падает Оставление хп Регент пушки Не помню Падает Не падает Но мы не будем сейчас так От здоровья упало Мы не будем сейчас так Дико Задрачиваться Просто один уровень Пройдем Вроде в гайде В мануале Кстати в этой игре Очень подробный мануал На 50 страниц почти Я потом вам его покажу Как-нибудь обязательно Там Написано Что тут вроде как Даже Вот эту штуку Я хотел взять Я просто не помню Что она дает Ну ладно Выпадет еще раз Но это С другой стороны Это прикольно Если вы попадаете По бонусу То он ломается Причем там Не один раз Надо попасть Хп у него Свою есть Что На этом Как бы Можно было Зарабатывать деньги Ну как мы видим Деньги тут Роди как не заработаешь Ну просто Поиграться Так для разнообразия Можно Я время в игре На паузу Не поставил Мы сейчас Время потеряли Кучу Ну ладно Время у нас тут Дофига в игре Просто не хотелось Было растрачивать Сейчас Доиграем До босса Посмотрите Самолетик Как выглядит И на этом Мы закончим Эту мини игру Пойдем дальше А дальше Нам далеко Особо не уйти Кстати И сейчас Прилетится Вот он Его надо Сбить Он потребует Много Пулек Стреляет Разными Кстати Ударами Еще Вот такие У него Есть Первый раз Это будет Даже неожиданно Подлетает Поближе Еще надо Быть аккуратно В итоге Мы его сбиваем Кстати Если с ним Сталкиваться Даже со сбитым Хп будет Отниматься Ну а дальше Вроде как Это По кругу Будет Это бы Сейчас у нас Второй уровень Начнется За него Может быть Больше очков Давать будут Я не знаю Сейчас посмотрим По моему Не так же Ну и процедура Повторяется По моему Там тоже Будет Самолет А нет Усложняется Смотрите Тут еще И такие Появляются Штукенции Прикольно Не знал Этого Ну я Не вижу Смысла Так сейчас Заморачиваться Это как Обзорчик Просто Показать Что Функционал Игры Входит Поэтому Давайте Закончим Потом Если Надо Будет И мы Поиграем Полностью Сделаем Отдельное Видео Ну и Поскольку Мы все Посмотрели Предлагаю Сейчас Наведаться Для начала В аэропорт Как ни Странно Тут У нас Есть Я Заведую Билетами Торстон Кассир Определитесь Определись Куда тебе Нужно Имей 100 Монет В кармане И стук Билеты И считай Что ты Уже В полете Если Нет стук Билета То тебе Обойдется В тысячи В две тысячи Да Это жестко Про сумку Не Сумка В глаза Не попадалась Новости Нет Почитаем Унинете Комплимент Спасибо Номер Телефона Про Стук Бюро Спросить Где-то в здании университета Рядом с кабинетом ректора Поищите сами Купить билет Нет проблем Выбирая направление заказа Стоит две тысячи монет И сто монет Если ты студент То бишь Если бы мы были Сейчас студентами Мы бы могли бы его взять Но нельзя его взять Наверное Потому что денег нет Очевидно Тут у нас Посидеть можно Если хочется С вот этим типом Можно поговорить Видите У нас В нос Быстро слетело Наверное На эту мускулатуру зависит Кларк Спецконтроль Добро пожаловать Предъяви посадочные билеты Проходи Про сумку Не попадалось Новости Ничего нового Комплимент Спасибо Номер телефона Пишите СМС Ступберу Поищите сами Знать про рейс Вылет в ближайшее время Если есть билет Предъяви Показать билет У тебя нет билета Извини Ну мы как бы В эту зону Не пройдем Тут у нас Киоск Дьюти фри Что ли Ну и выход На взлетную полосу Мы сюда Вернемся Не один раз Нам придется Активно летать По странам Потому что Некоторые курсы Преподаются только В конкретных странах Особенности игры По моему Темнеет Начинает Угресс Мне не показалось Да темнеет Попей Водички Попей Теперь сюда Маркус А нет Ходят Это у нас Зал ожидания Сюда вообще Изначально Должно было Летти сразу Тут у нас Есть что Можно посидеть Камеру хранения Сходить И купить Что нибудь Свежесть И гамбургер Но нам сейчас В принципе Ничего не надо Хотя подождите Голод Минус 20 Давайте купим Гамбургер Стандартный рецепт Цена так же Цена тоже Точнее Использовать Все Съели Только Почему 105 Монет у меня стало А кстати Мы не посмотрели Что мы тут Получили Напиток Свежесть Один глоток Этого напитка Позволит продержаться Всю лекцию Без сна Жажда Минус 30 Туалет Плюс 1 Сигареты Здоровье Минус 50 Строгая надпись На пачке Курение Вредит здоровью Ну что то Вы по моему Переборщили Две пачки сигарет Выкурил И получается Что все Отключился Хотя Хотя Если залпнул Две пачки Сигарет Выкурить Наверное Да Слабительное Использовать По ситуации Сильное Средство Пригодится В камеру Хранения Можем зайти Тут у нас Есть Две ячейки Одна здесь И одна здесь Но мы ничего Не знаем Просто посмотрим Что тут Можно что то Поставить Ну пароля У нас нет Поэтому Ну я честно Говоря знаю Какие там номера Потому что Раньше проходил Но Я не хочу Нарушать Заниматься Метагеймингом В общем По игре Информацию Узнаем Мы используем Это все Иначе это будет Нонрп И нас забанят На сервере Что Не та вселенная Кстати Регенится А почему Хоть у меня сняли Цена 5 Может цена 50 Подождите Я чуть не уверен Насчет цены Нас просто сейчас Походу Намахали С деньгами Нет 105 Откуда у меня Деньги ушли Ладно Не важно Полицейский участок Начальник Полиции Ромера Если есть Конкретные вопросы То слушаю Есть Где моя сумка Спокойно Только Займемся Твоим вопросом Точно Займемся Понятно Новости Ничего нового Почитаю Унинете Комплименты Редко кто заметит Усилия Ромера Спасибо Поскандалить Нет Номер телефона Попросите У меня он служебный Строго секретный Если нужно Буду Найдешь меня Ну наверное Да Тут что-то взять Можно Но мы не будем Делать это незаконно Нас закроют Заперто Ключ нужен Серж Точнее Сергей Сергеев Сижу тут За азартные Игра За что еще Глупо вышло Мы только подошли И посмотрите Это Ромера ваш Я бегаю Я плохо Неудачно Мы стартовали За границей Ну возможно Шнур Предложить помощь Принеси мне мою Принцессу Это моя гитара Я успел Ее отдать Приятель Он должен Ждать меня На улице В кустах Ему нельзя Сюда Окей Что там У нас По заданиям Помочь гитаристу Как ты выбраться Полиция Принести гитаристу Гитару Окей Дальше Есть еще Кабинет Начальник станции Тут Ключом Можно что-то Открыть Можно посидеть И поговорить Клин Начальник станции Я начальник Полустанка Когда-то я работал В большом городе На большой станции Да Спросунку Может это дело Рук Педро Известно Про Идоха Спросить про Педро Он к Маркусу Часто забегает Маркус Это наш местный Жулик Виртуоз Наш Ромер От него давно Плачет Новости Никаких новостей В этом тихом месте Комплимент Спасибо Стараюсь как могу Номер телефона Вот он Пиши СМС Про работу Вот такие у меня Вакансии есть Дворник В зале ожидания С 10 до 9 15 баксов Можем Подметать В зале ожидания Но нам это не надо Но Чешуя будем иметь ввиду Есть у нас еще Мужской туалет Причем туалетом Тут как ни странно Почему-то Пользоваться нельзя Только водичкой Попить можно А нет Можно Чуть не заметил Раньше Потому что нельзя Ага Все Прекрасно Освежились Хе-хе-хе Спросить про Педро Нет Да ну и пожалуйста Глаза Предложить Попросить гитару Бери Скажи что мы его там В беде не оставим Пусть не переживает У нас гитара в инвентаре Из хорошей фанеры С крепкими струнами Ну раз уж я здесь Маркус тут был Он уже свалил Да А вот он Иди сюда Играть я сейчас с ним не буду Просто потрепаться Про Педро Недавно пробегал Увижу Передам что ты его ищешь Можешь поискать его в кампусе Он там часто шивается То есть намного туда будет Окей Обратно идем Берем гитару Причем когда мы берем Она у нас в руках Сейчас На всякий случай Тут может не так Надо ему отдать ее На всякий случай Сделаем сейвик Дать предмет Вот она моя принцесса Ну спасибо А теперь почтеннейший публика Располагается как добрый Вынимайте мастеру И он действует Неподатовскими правами Украсть ключи Открыть двери О Ушел Получили Связь ключи от вокзал Открывает многие замки В помещении вокзала Спасибо А теперь давай быстро отсюда Ромеро не простит тебе Встретимся позже в кампусе У нас там концерт скоро Ромеро я не знаю От его музыки что ли свалил Ты не хочешь уходить? Ладно Окей В общем Помогли мы ему выбраться Теперь таксист нас может отвезти Завершено задание Причем тут есть два способа Игра имеет нелинейность В определенной степени Первый вариант Который возможно кто-то догадался Я вам его покажу У нас в вентаре есть слабительная И свежесть напиток Мы можем слабительно подмешать сюда И в таком случае Отдать эту баночку Ромеро Он ее выпьет Захочется ему в туалет И он свалит О таком случае Я кстати про этот способ не знал Я просто его притащил в гитару Тоже может так Походу Ромеро Эта музыка Остачертела Он сваливает В таком случае Я бы хотел Использовать ее по назначению Если получится Я добавлю их Можно комбинировать Предмет Который с ослабительным Тогда хотел бы его прогнать И вот эту штучку Открыть ключом Если получится Продать предмет Это как раз Мне было нужно Большое спасибо Еще и копейку За это получили Ты уйдешь? Ну он типа Выпил Ой Сать захотелось Срать Деньги Банкнот Немного наличностных Карманы расхода 30 монет И мелочные Такие же расходы 136 35 монет Мы смахнули Как это ужасно Как это аморально Теперь с таксистом поговорим Теперь он нас может отвезти Попросить довезти А узнать новости Сержа выпустили Жизнь продолжается Ну да Ответишь верно на вопрос Повезу бесплатно Иначе расплатишься Какой самый крупнейший город России После столицы Кстати вот Такой вот интерфейс У нас Когда мы пройдем все лекции По предмету будет зачет Экзамен Там надо будет На несколько вопросов Ответить по предмету Правильно И кстати Правильные ответы Повышают наш интеллект Неправильно понижают Но очевидно У нас вариант Санкт-Петербург Екатеринбург Владивосток Новосибирск Напоминаю Что разработчик немец Тут очень большой акцент На Россию сделан Но очевидно Санкт-Петербург Хотя сейчас уже может быть Икатеринбург По населению Видим Интеллект Стал 33 Пэч бесплатно Уважаю Знающих И находчивых Сейчас покажемся Стоит Это мы Можем туда-сюда Курсировать Если потребуется И добро пожаловать В кампус Но поскольку Сейчас ночь Мы тут затянулись Со всем этим Спешить некуда Кстати Мы не опоздаем Все нормально Давайте поисследую Что тут есть У нас тут чувак На мопеде Я почтальон Матрей сюда-сюда Развожу письма И посылки Окей Про сумку спросить Не Сумка не попадалась Про Педро Не Давно не попадался Новости Купи газету У меня там все есть Хитрый Сделать комплимент Спасибо А то везде На ногах И доброусловно Никто не скажет Все места Кстати Если много Комплиментов Подряд делать То чувак скажет Что в начале То вы Типа ты это уже говорила Потом скажет Слушайте Меня задолбало Отстань от меня И в общем Это будет бить по отношениям Номер телефона Да Пишите смс Просток бюро Это здание университета Рядом с кабинетом ректора Поищите сами Есть что для меня Нет ничего пока Жди Он посылки доставляет Мы можем у него забирать Магазин мода Мэри Продавец Меня зовут Мэри Мои товары к вашим услугам Сегодня скидка Про сумку спросить Нет Сумка не попадалась Педра не попадался Новости Скоро произойдут новые коллекции Заходите Комплимент сделать Как давно вы мне не говорили приятно слов Номер телефона Пишите смс Тут бюро Здание универа Поищите сами товар Разумеется смотрите Майка 100% хлопок Ремень Особенно полезен для поддержания штанов Когда Дня 3 не было ни крохи во рту Можем купить Но сейчас нам это не надо Очевидно Но будем иметь ввиду Что нибудь еще здесь есть Вроде ничего Банк Почему ночью работает А вот банк походу не работает Есть свободная розетка Можно еще один компьютер Подключить к локальной сети банк У нас нет компьютера Еще банк хакнуть Посидеть просто Не, ночью тут никого нет Хотя банк сам открыт Что странно Но да ладно Синизатор Фонтанчики Попить Время от времени надо Следить за потребностями Что за автоматы Я хочу посмотреть Играть не будем Алия Наверное Тоже пришельцы Да Тоже не будем играть Что у меня Деньги списало 86 У меня стало 50 баксов Списывает 50 баксов за автомат 50 баксов Карл Я думаю Куда деньги пропали Значит цены там были Прай Ой Прямо отсюда Давайте я на запись До этого места Добегу Чтобы вам Одно и то же не смотреть Все Добрался То же самое Поговорил со всеми теми же Плюс еще разочек Сыграл Запоминаю Интеллект Понял за 34 Все Не трогаем Фонтаны Значит Голод И что тут Мусорки Ох Гамбургер Есть из мусорки А Три мусорки За одну Понятно Вообще Кстати Нам есть хочется Так что Гамбургер Я съем Не будем засорять Инвентарь Тут у нас Что есть О Пиласер Пиво Кампус Одно из последних Завоеваний студентов Безалкогольное Голод Минус 2 Жажда Минус 10 Туалет Плюс 5 Ай-яй-яй А пиво По здоровью Не бьет Отлечить сигарет Ну это же Германия Че думать Вот вам ответ На вопрос Форму Р Лото Розыгрыш Каждую неделю Их можно покупать Лотерею играть Ну халявный Три числа Каких-нибудь Пусть это будут Не знаю Нечетные числа А Три числа Должно быть Тогда пусть будет Тогда пусть будет 2,4,6 Править Там в конце недели Если мы правильно Ответим Нам 100 баксов Дадут Покупается Он по-моему За 4,5,2 4,5,2 Там написано Внизу В общем Можем Им пользоваться Магазины Кстати закрыты Многие Потому что Ночь на дворе Тут кстати Халявно Можно кушать Вот в этой штуке Фастфуд Бесплатно Но при этом У нас теперь есть Мы можем У родственников Сходите в гимназии Пришлите мне Купить сертификат Об окончании Вот кстати Пример нелинейности Мы можем Первое Найти мусорку Найти сумку Которую мы ищем И в таком случае Мы Получим этот документ И сможем поступить На учебу И второй вариант Мы можем найти телефон Или купить его И попросить Прислать копию В таком случае Тоже у нас будет документ И мы сможем обучаться Я не буду этого просить Ну зачем позориться Сумку мы в любом случае найдем Милые мамы и папы Пришлите немного денег Угрозу в молоду Хе-хе Вот это можно Просмотр всех сообщений Тут можешь смотреть Контакты Всех У кого мы телефоны взяли Можем им что-нибудь написать Поздравляю с днем рождения Желаю счастья Хе-хе Слушать тебе Семного приятного Приятно было узнать Это переписка наша Я ее буду подчищать Счастья ничего не было Родители нам Ничего не прислали Ну может пришлют Попросили Запрос мы отправили Опа 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 Педро Педро Тина Де Валенса Фернандес Если кратко Педро Мне некогда Извини Поговорить Про сумку Не не видел Из вокзала Выходил только один Чудак В разных ботинках По заданию Ничего Разыскать профессора В разных ботинках Ну очевидно Надо Искать профессора В разных ботинках Напиток свежести Жажда не мучает Сон нас кстати Мучает Надо бы отоспаться Измерительный прибор Измерять напряжение Сила тока Пригодится Лишним не будет Тут у нас Выход в бар Здесь выход В кинозал И кафе Это сейчас Все ночью закрыто Шахты не поиграть А вот это я осматривал Нет О Квитанция Очередной штраф Не уплатит За проживание Хе-хе-хе Кто-то выбросил Мелочь О Еще денежки 5 баксов Нашли Мелочь Не мелочь Приятно Облутать Все надо Чем вы занимались Ну я просрал сумку А потом Я Помог чуваку Избежать Из тюрьмы Попутно 35 баксов Украл У шефа Станция Таксист Меня бесплатно Отвез Потому что Я ответил на вопрос По Санкт-Петербургу А потом Я Все мусорки Облутал Нашел телефон Ну плюс-минус Как-то так Выход у нас Еще здесь есть На стадион И Поселок Преподаватель Нам очевидно Туда Ну я предлагаю Сейчас на этом Часть Закончить А Киоск Можно покупать Что-то здесь Вау Что-то Тут только Нет Телефон За 50 монет Покупается Лотерейка За 5 Гитара 65 Еле 12 килограмм Фи Мелкая Сиди Справочник Все телефонные номера За 500 баксов Купить Музыкальный Концерт Сиди Корн Духи Запах Перед Таким Запахом Устает Даже Профессор Физик Набор Конфет Очень вкусно Конфет Ни одна Девушка Не устоит Сиди Во брак Ночи Компьютерная Игра Отсылка Ну в общем Некоторые вещи Можно купить Ну я предлагаю Сейчас Что сделать Закончить часть Сделать сохранку Ну итог Сегодняшний Мы начали играть В игру Кампус Я дал Подробную справку По игре Начали ее Анализировать Начали ее Проходить Уже прибыли Облутали Локации Изучили полностью Стартовую Станцию Внутренности Станции Аэропорт Посмотрели Добрались уже До кампуса Посмотрели Внешние Его Экстерьеры Пейзажи Даже Раздобыли Телефончик Почти Утроили Состояние Завелись Знакомствами Контактами С людьми Есть у нас Базовый лут Можно так сказать И теперь Мы можем Даже Есть наводки По поводу Сумки Продолжать Ее искать Чем мы Займемся В следующей части Поэтому Если вы еще Это не сделали Обязательно Подпишитесь На канал Поставьте лайк Включите Все уведомления Не забудьте Написать комментарий Увидимся С вами В следующих Видео На нашем Старом Добром Консервативном Канале Всем пока Субтитры Субтитры